Друзья, я нарядился в халат трудовика. У меня предстоит интереснейшая работа. Здравствуйте, господа! Позвольте представить вам... Паша в квадрате. Здравствуйте, я Павел Маркайт. Я руководитель арт-отдела Музея современного искусства ир-арта. Я приглашаю вас в удивительный мир искусства. Закончился творческий конкурс, который Музей современного искусства ир-арта провел совместно с социальной сетью ВКонтакте и группой VKTalents. Творческий конкурс назывался «Я обо мне, ра меня». Вот уже на следующей неделе мы начнем монтировать выставку. А сегодня работы пришли к нам в музей, и наступает самый интересный, в общем-то, волнующий момент встречи с этими работами, мыслью о которых мы жили, начиная где-то с лета, когда закончился отборочный этап конкурса. Поступило большое количество заявок, огромное. Авторы оказались нередно активными, плодотворными. Мы специально, умышленно сделали тему конкурса такой формальной, предоставив полную творческую свободу самовыражения. Это не первый творческий конкурс на моей памяти, но, пожалуй, первый конкурс такой массовый. Мне приходилось открывать порядка там трех-четырех тысяч ссылок. Кто-то прилагал ссылку на одну работу, кто-то сразу на серию работ. Иной раз случалось прогуляться в профиль автора, да, если это был какой-то действующий художник. Везде есть почтовые штемпели. Из самых отдаленных уголков мне предстоит распаковать около сотни работ. Мы сразу же пригласили к участию в конкурсе авторов непрофессиональных, любителей. Разумеется, мы получили тут же обратную связь с вопросами «Кто это такие?» «Вы кто такие?» «Как понимать это?» «Ничего не понимаю». «Кто профессионал, а кто не профессионал, а кто судьи?» Разумеется, всю эту обратную связь мы очень внимательно читали, сами задавали себе многочисленные вопросы. Я думаю, что мы во многом просчитались, поскольку многие работы, которые пришли на конкурс, явно принадлежат руке профессионала. Это видно в том числе и по упаковке. Под профессионалом мы подразумевали человека, абсолютно интегрированного в текущую художественную жизнь. Человека, который зарабатывает своим либо ремесленным навыком, либо человека, в общем, имеющего там контракт с галереями, вот, у которого все в порядке с продажей работ. Ограничив таким образом количество участников, мы хотели выйти именно на любителей. Работы самые разные. Здесь рядом и явные выпускники художественных вузов, технически состоявшиеся профессионалы, и работающие на досуге. Очень интригующей является эта встреча, поскольку мы видели только цифровые изображения работ на мерцающих мониторах. А сейчас держим в руках артефакты. Итак, сегодня я нахожусь уже на монтаже выставки. Из этой горы упаковки мне хотелось бы передать привет всем экозащитникам, любителям сортировать пластик. Я лежу в такой благоухающей куче пупырчатой пленки, почтовой упаковки черных пакетов, и вокруг меня витают разные-разные запахи. Я чувствую запах ароматных палочек, благовоний. Многие пользуются ими у мастерских. Чувствую запах котлетины, чьей-то кухни. Чувствую запах краски масляной, может быть, клея. В целом, довольно интересный опыт. Если вы никогда не лежали в куче мусора, рекомендую. Итак, все работы распакованы, и настало время приступать к расставлению экспозиции. Разумеется, мы хорошо подготовились, сделали план 3D-разворот, попытались все просчитать. Но, когда имеешь дело с творческим конкурсом, этот план может отправиться ровно в ту же кучу, из которой я только что вылез. Какие-то работы немножко больше, чем мы думали, какие-то чуть меньше. Бывают, знаете ли. В такие моменты меня больше всего волнуют интересные встречи. Например, вот эта чувственная работа встречается с вот этой очень странной метафизической, которая называется «Моя душа». Она заинтриговала меня еще и на этапе отбора работы. Здесь явлено ночное плавание со странными существами. Мне очень хотелось увидеть вот эту работу. Она чем-то напоминает мне. Вот у моего отца был дембельский альбом. Я в детстве его очень любил разглядывать. Чернилами были выписаны очень многодельные, подробные работы. И вот этот графический лист сделан яркими-яркими гелевыми ручками. Он завражает солдат в шапке у костра. Должен сказать, что мы сразу же отказались от какой-то такой концептуальной тематической развески. Там уголок аниме, уголок животных. Скорее, у кого-то столкнулись развеской по цветам. Каждая эта картинка важна сама по себе. В каждой из творческих миров нужно вот занырнуть, как вот эта девушка. Вот. В этих голубых стенах, напоминающих тоже чем-то даже интерфейс ВКонтакте, эта выставка будет смотреться как такая лента социальной сети. Субтитры создавал DimaTorzok